Ну а теперь от слов к делу. В другом немецком городе Ганновере в эти дни белорусские инженеры Гомсельмаша проразили настоящий фурор. Представив на суд экспертов покупателей, конечно же, конкурентов, первый в мире комбайн на газомоторном топливе. Полесье GS4218 инновационная модель, которая, впрочем, готова к серийному производству и прошла успешное испытание на полях Беларуси и нескольких российских регионов. Главное преимущество экологичность по самым высоким мировым стандартам и экономичность, которая составляет до 60% по сравнению с аналогами на дистопливе. Представители Гомсельмаша отмечают повышенный интерес к белорусской разработке. Конечно же, здесь применены компоненты, большего известные, которые применены либо на автобусах, либо на грузовиках. Однако алгоритм, технология и способ управления мощностью того же газового двигателя абсолютно нов. Никто из компаний в мире, которые производят двигатели, пока его предложить не может. То есть это придется провести, опять же, новую разработку, провести те же полевые исследования, стендовые исследования, испытания. То есть это глобальная работа, совмещение различных компонентов между собой на одной платформе. Интересно, есть специалисты именно узконаправленные, которые занимаются непосредственно комбайностроением, уже заметили его и постепенно подбираются все ближе и рассматривают, как там все, что устроено, чтобы, возможно, повторить это где-то. Здесь подходят и в первую очередь конкуренты, потому что рядом с нами находится Руссельмаш, который до сих пор еще не имеет такого комбайна. Естественно, определенный интерес со стороны европейцев, потому что тема экологии очень близка. Ну и, безусловно, интерес производителей двигателей. Республика Беларусь на следующий год уже заказала до 50 машин. Кроме того, Российская Федерация, это прежде всего республики Татарстан, Башкортостан, Иркутская область, Тюменская область. То есть там, где в первую очередь добывают нефть и газ, как такие виды топлива, то есть там наибольший интерес проявлен. Агровыставка в немецком Ганновере проходит раз в два года. Это крупнейшая в мире площадка для производителей и потребителей сельхозтехники. Кроме Гомсельмаша, свои новинки в Германии представил и Минский тракторный завод. Это обновленный ряд самых популярных моделей в новом цветовом решении и дизайне. Главная премьера Беларусь 742, который приходит на смену легендарному МТЗ-82.